В прошлой программе мы начали знакомство с удивительным человеком Сергеем Золотаревым, который в числе прочих заслуг вот уже несколько лет восстанавливает родовое имение Астерманов в Сапожковском районе и свято бережет традиции своей семьи, рода Золотаревых. Сначала было 1500, наверное, где-то 56-й год, там фамилия была не Золотарева, фамилия была Серебряков, был такой дьяк при церкви, при соборе. И потом это все немножко теряется, и упоминание уже идет, где-то 1780-е годы только появляются. Благодаря архивам удалось узнать, что в какой-то период фамилия сначала поменялась на Серебренниковой, а позже – на Золотаревы. Было ли это своего рода повышением в статусе – неизвестно. Два века так и канули в лету. Зато удалось разыскать фамильный герб рода Золотаревых. Потомки постарались на славу. Вот и мебели еще толком нет, а главные ценности – на месте. Да, это мой папа, отец. Призывался в 44-м как раз перед снятием блокады в Кронштадт. Моряк! За всю свою жизнь Сергей Золотарев не составил ни одного бизнес-плана и никогда не кичился своими поступками. Чувствуешь себя не журналистом, а сыщиком, который за самым простым вопросом откапывает, казалось бы, несовместимые вещи. Но смотрите, еще с детства он помнил, как на опушке леса бурили скважины. Хотели построить санаторий, но в эпоху разрухи все забросили. Не отдавать же целебную воду чужакам, у которых на уме сплошные цифры. Мы у него выкупили эти скважины, эту долю, оформили до конца. Ну и сейчас там дорога, свет, газ, строение, цех – все это существует. Уже не болото, воды осушили, водоемы, озера. В 90-е ему пришла идея, что дух патриотизма уже не тот, и чтобы наверняка воспитывать его нужно массово. Массово. Вспомнили старые традиции и стали устраивать грандиозные гуляния и праздники. Сначала в Москве, затем добрались и до Сапожка. В 2000 году первая вот эта большая карнавальная ночь. Я пригласил 500 человек где-то в Москве. Всех костюмировал практически, 40 человек. На Мосфильме, между прочим, так и сказали, и этому лучше дать то, что просит, а то так и будет ходить до последнего. С таким размахом быстро набрались километры видеопленки, появилась необходимость в архивах. И что сделал наш герой? Создал свою студию монтажа. То, что не ложилось на видео, приходилось записывать на бумаге, да только читатель, меньше чем на книгу, не согласен. Делать нечего, пришлось издавать. Собрал очерки в нашем крае, не просто так вот. Сергей и сам ценнейший экземпляр для мемуаров. Представьте, лет пять назад взрослый солидный человек просто поехал в гости к другу в Финляндию. А финны, ребята спортивные, регулярно проводят Олимпийские игры. Вспомнив о том, что спорт тоже имел место в его жизни, Сергей Золотарев, недолго думая, взял и записался. Моя любимая дистанция – это 3, а километр – 3,5. И вот мы выходим, заявил я на дистанцию, что я километр, на 3 я пробегу, мне проще. Получается, как всегда, по времени, говорят, не успеваем на 800 метров. А для меня сплиттерская дистанция – это умереть не встать. Никогда в жизни я ее не бегал, не любил. Но я все равно согласился, что же делать, нельзя терять марку-то. Выходим на старт, естественно, кроссовок нет, ничего нет. Выхожу в спортивных шинах и тапочках. На меня так все смотрят. А объявляют параллельно, Сергей Золотарев из Москвы. Все, шины притихли. Они все в кроссовках, в шортах, все такие бегуны, спортивные в шипахах. А тут в тапочках каких-то вышел, в спортивных штанах. А Йорма Фин мне говорит, ты один круг пробеги, темп им задай и уходи с дистанции. Пусть они там выдыхаются все. Ну их нафиг эти олимпиады. То ли от страха, то ли от чувства гордости за свою страну, на середине дистанции он оставил позади себя человек восемь растерянных финнов. Я чувствую, что после первого круга все, загорают легкие мои, умираю. А впереди еще 400 метров. Думаю, нет, побегу до конца, плевать. Бежал, бежал. Они стали на отрывшую чуть-чуть отходить. Вырвались, на секунду на две они впереди прибежали эти двое. И упали. Когда пересекли что-то, и упали лицом вниз. Я перебежал, у меня все. Думаю, в глазах мутит. Все загорело, легкие загорели полностью. Написал, этот тренер, кто там, судья подходит, в шоке, в штанах, в тапочках. Добежал до конца. Ну, вот второе место. Когда на месте бывшей усадьбы Астерманов снова зазвучали казачьи песни, первый вопрос, который задавали хребосольному хозяину, а когда же будет пресса? Ему и в голову не пришло, что кому-то это нужно больше, чем самим местным жителям. Ты что же без народа делаешь? Все я один делаю. Все народ делать не я. Рабочие, которые работают рядом, рука в руке. Я их учу, что они делают? Мои мысли они производят в жизни руками. Я это не произведу. А вот как набиралась, первую дачу начал строить. Или усадьбу первую свою в Москве, там, под Москвой. Построила она, развалилась, 24 части лопнула. Вот я сразу начал думать, как так, почему, до сих пор стоит уже 25 лет. К счастью, в Женеве и Москве сохранились усадебные дома, когда-то принадлежавшие роду Астерманов. По их образу и подобию будет восстановлено имение в Сапожковском районе. Мы делаем походы, аллеи пробиваем, дороги пробиваем. Вот в голове есть. Почему это, наверное, происходит? Потому что я посетил, наверное, сотни замков, сотни усадеб, сотни дворцов, сотни парков по всему миру я посетил. Усыпальница Астерманов осталась нетронутой и по-прежнему находится в селе Красном, в стенах сохранившегося Троицкого храма. Примеров подобных этому в России единицы. Чаще доходят с везенной усыпальницей надгробия, имеющей в основном художественную ценность. Там его жена похоронит, священник, еще кто-то из семьи. Но где-то, не буду брать, в 70-х, 60-х годах, когда работали здесь на уборке солдаты или еще кто-то, это все растащилось, разорвалось, кости раскидались до сих пор, что потом поисковики здесь искали, приходили, брали пробы все, пытались заказать, потому что в летописи не сохранилось. Довезли ли тело Астермана сюда или не довезли? Ну, во всяком случае, довезли, потому что документы были утеряны во время революции. Он же похоронен был в Швейцарии, в Женеве, на кладбище. Потом его экзумировали, и вагон сопроводили до наших границ. И на станции Энской, не знаю, не помню где-то, его следы уже потерялись. Троицкая церковь стала первым кирпичным храмом в Сапожковском уезде. Это заслуга Федора Астермана. Подумать только, настоящий шедевр архитектуры стоит с 1761 года. В советские годы церковь, правда, не избежала участи тернового склада, но именно поэтому хорошо сохранилась каменная кладка. Помещение берегли от сырости. Регулярные службы возродились много позже, в середине 90-х. Собралось церковное приходское общество старушки. Они его вычистили, расчистили, они собрали, крышу накрыли, как могли. А это уже наши дни. И кто знает, не будь таких энтузиастов, как Сергей Золотарев, увидел ли бы этот храм еще раз таинство венчания. Это ведь старший сын нашего героя. Сорится с тобой, потому что все печалили за горой. Эх, замоченные церкви, нас с тобой венчали. Перед Богом и перед людьми попалом победы, попалом печали. Согласен в любви. Это ли неприемственность, когда молодые скромно опускают глаза, выражают дань уважения старикам и не забывают своих исконно русских традиций? Все-таки это засеченная черта была, относился с пожога к засеченной черте. Три долгих года понадобилось, чтобы вычистить один только пруд. Техника, которой вытаскивали утонувшие трактора, вместе с ними сползала в болото. Вот здесь все было дороже, не было болото, сплошное болото, не еду водички, вали не было вообще никакой. Старый пруд, который был, здесь зарос, покрывился, все. Зато сейчас Люба дорого посмотреть, даже рыба водится. Тут не было ровной местности. Одни руслы были изъедены, болотистые, однокуга, болото. Там даже идет главное русло, большой овраг. Это для приезжих все кипит и спорится, и только он знает, как много еще нужно сделать. Часть еще и на миде на плечи ляжет. Главное не забывать папин девиз – помогать нужно только делом. Вот так вот начинает, так и здесь, сюда. Зачем тебе это надо? Это как в том анекдоте. Все деньгами делать будем, а дядя Фикваре говорит, давайте купим воздушный шар, надуем и отпустим. А зачем? А зачем он нам нужен? Вот так и появляются в каждом роду знаковые фигуры, способные перевернуть представление об истинном богатстве и ценностях. Субтитры сделал DimaTorzok